Актуальность профилактики правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, стоит достаточно остро. Несмотря на всевозможные профилактические меры, за 10 месяцев текущего года к административной ответственности за данное деяние привлечено более 260 граждан, возбуждено 11 уголовных дел. 9 ноября 2017 года судом Оршанского района и города Орши рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 95-го года рождения, который колесил по дорогам района на мотоцикле в состоянии алкогольного опьянения. Проражает беспечность поведения такого человека, который в этот раз управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения уже не впервые. Данный случай третий в его жизни, ибо в 2016 году он уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное деяние, а кроме того, перед этим ранее он привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности. Приговором суда Оршанского района и города Орши ему было назначено заслуженное наказание, при этом мотоцикл, на котором он управлял, был конфискованным доходом государства. В связи с изложенным хотелось бы напомнить об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Так, в случае первоначального выявления такой ситуации, человек, управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, привлекается к административной ответственности в соответствии с требованиями административного законодательства. Но в случае, если он управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же самое деяние, он подлежит ответственности уже согласно Уголовного кодекса по статье 317 части 1, по которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 2 года и с лишением права управления транспортными средствами сроком до 5 лет. При этом в случае фактически третьего выявления аналогичной ситуации возбуждается Уголовное дело уже по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса, по которой лицу грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком вплоть до 3 лет, опять-таки с лишением права управления транспортными средствами до 5 лет. И самое главное, во всех случаях подлежит конфискации то транспортное средство, автомобиль, мотоцикл, неважно, которому лицо управляло в состоянии алкогольного опьянения.